Как будут расти тарифы, сколько, кто и кому должен, и новшества в самой коммунальной системе. В конце года слухи и домыслы развеяли и уточнили самые важные вопросы на специально собранной пресс-конференции, ответственные за эту тему чиновники. Николай Козлов подытожит. С января магистрали отопления семи самарских районов перейдут в ведение предприятий тепловых сетей. В качестве единой теплоснабжающей организации компания займется передачей тепловой энергии от объектов Волжской ТГК населению областного центра. Для мегаполисов свыше 500 тысяч жителей единую схему теплоснабжения утверждает Федеральное министерство энергетики. С нами планируется полностью весь персонал тепловых сетей, который обслуживает магистральные сети, забрать в штат предприятий тепловых сетей и, соответственно, стать единственным посущиком в городе Самара, единственным юридическим лицом, который будет отвечать за все теплоснабжение, как и качество, так и принимать все пожелания, жалобы от населения. Все, что касается теплоснабжения, все будет датировано в одно юридическое лицо. Часть арендной платы за пользование сетями энергетики станут возвращать предприятию. Это обеспечит необходимый объем инвестиций для модернизации городской инфраструктуры. Появление единой теплоснабжающей организации позволит решить проблему так называемых бесхозных вводов. У нас появилась возможность весь бесхоз, который существует в городе, а это ориентировочно на сегодняшний день составляет 82 километра сетей. Это в том числе и вода от населения, которое, значит, непосредственно ремонтировали за счет текущего ремонта. Не ремонтировали подъезд и кровлю, а ремонтировали этот ввод, значит, сейчас будут ремонтировать ресурсонабжающие организации. Из-за передачи магистралей предприятию тепловых сетей у 10% населения города может незначительно измениться размер платежа за отопление. Городские власти предусмотрели для них компенсации. Каждый житель может прийти, скажем, в январе месяц обратиться, с целью февраля, с петанцией, которую он получил за январь. Город получит компенсацию на 6 месяцев вперед. По истечении 6 месяцев гражданин может прийти, вернее не может, а обязан прийти к нам в управление соцзащитой для проведения перерасчета в ту или в другую сторону. Необходимые средства в бюджете города предусмотрены. Николай Козлов, Сергей Костин, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин